Михаил, вы почему прячетесь от людей? Проходите, ну как же прячетесь, я же к вам вышел, остановился. Вы прячетесь от людей, которые в Хабаровске вчера вас ждали? Друзья, во-первых, свободу Платошкину, во-вторых, мужики в Хабаровске поймали Мишу Дегтярева и выбили из него всю дурь. Большой численность, вы сами знаете, они хотели пообщаться с вами, чтобы вы ответили на их вопросы, насущные, больные, о том, что нужна помощь Фургалу. Их любимому, нашему любимому, я за него голосовал, житель Хабаровского края, конкретно Ванину. Поддерживаю хабаровчан, поддерживаю Фургала, болею за это. А вы за это не болеете и не поддерживаете, вы занимаетесь тем, что и без вас всегда делалось. Помните, как Дегтярев говорил, что маска ему не нужна, потому что он соблюдает социальную дистанцию и вообще там все у него хорошо, теперь он в масочке ходит. Значит, мужик ему пытается объяснить, что для Хабаровска сейчас главный вопрос это судьба Сергея Ивановича Фургала. Преступник, не преступник, пока неизвестно, а вот то, что они его выбирали, это точно. И они за него переживают, и они хотят видеть, что сам Миша Дегтярев разделяет это беспокойство, что-то делает. В недавнем прошлом депутат Госдумы, не просто парень мимо шел, ЛДПРовец, однопартиец, а где реальные действия? Подготовка к первому сентября, это делается годами. Вы просто сбежали, это мое мнение, вы сбежали вчера от людей. И не решайте их главную проблему. Помочь Фургалу, помочь своему человеку. Ему помощь нужна. Я услышал вас, давайте определим с Сергеем Ивановичем Фургалом. Первое. Вы член ЛДПР? Нет. А я да. Это мой однопартиец. И как меня резанул его арест... Ой, как меня резанул его арест. Как я перепугался. Вдруг и меня могут арестовать. Вдруг они узнают о моих темных делишках, махинациях, мошенничествах. Я не говорю, что Миша Дегтярев в этом виновен. Всякие слухи ходят о том, как ЛДПР торгует депутатскими мандатами. За что они... Какой у них договорняк, так сказать, с Единой Россией? На каком основании они поддерживают все ядроссовские законы в Госдуме? Много можно об этом говорить. Можно предположений много выдвигать. Миша Дегтярев очень расстроился и испугался. Что конкретного он сделал для помощи Фургалу? Конкретного. Фургал сказал через своих адвокатов, что... Писем он только два получил. Два письма. От Жириновского и от неизвестного человека. От Миши Дегтярева, которого это очень близко к сердцу резануло. Ничего подобного. Никаких писем, передачек, посылок, видеообращений, защиту Фургала. Ничего он не сделал. Его резануло, да. И все. Диалогу готов с людьми. Как вы себе представляете, что я выйду к толпе в несколько тысяч человек? Вот с вами я могу пообщаться. У вас здесь несколько десяток. А можно сказать? Вы меня слышите. Я вас слышу. И мы, конечно, Сергей Иванович, как партия, будем оказывать поддержку. У меня миссия другая. Там несколько десятков человек. Он что, с каждым из них пообщался, с каждым поговорил? Нет. Есть люди, которые лучше у них язык подвешен. Они вышли вперед, они с ним общаются. От лица всех остальных. То есть там реально с ним общаются, ну, не знаю, человек 5-7. Вот так. А остальные там, человек 20, они стоят просто слушают. Вы сейчас увидите эти кадры. В толпе то же самое. Он бы вышел, ему бы фронтмены, что называется, задавали бы вопросы. А он бы отвечал. И это слышали бы все. Ему не обязательно было выходить на митинг, где было там 50 тысяч человек вчера. Он мог выйти в первый день по приезду. Там группа была не такая большая. Может быть, человек 300, может быть, 500. Гораздо меньше. А когда зачитывает человек в мегафон речь об отставке Путина, его все прекрасно слышат. И если бы Дегтярев вышел, этот же взял мегафон, который уже был на площади, не надо было своего приносить, то его бы тоже, все прекрасно слышали, организуется это вот так. Было бы желание. К людям я выходил. Я сейчас дам всем слово. Ребята, вы согласны с тем, что краю руководитель нужен, пусть и временный. Да или нет? Подождите. Нужен руководитель, который будет общаться с людьми. А я что сейчас сделаю с вами? Вчера в Хабаровске люди пришли. Я предлагаю Михаилу Дегтяреву написать книгу. Как не надо проводить переговоры. Я думаю, это была бы замечательная книга, просто шикарная. Как надо общаться в таких ситуациях? Первый этап – подстройка. Сначала ответь на то, что хотят собеседники. Они говорят про фургала. Ты сначала про фургала поговори. А уже потом, потом, когда у вас установился контакт, ты говори о том, что краю нужен руководитель, что там нужно готовиться к отопительному сезону и куче всяких других проблем. И вот ты сейчас все это сможешь решить. Он про фургала на вопрос, не ответил. Люди не удовлетворены тем, что он сказал. Люди продолжают задавать, а он гнет свою линию. Что называется, я про Фому, ты про Ерему. Чтобы выразить свое мнение, чтобы вы помогли им. Вы отказываетесь им помочь, вы сбежали. Вы вчера не были там, где люди вас просили быть. Я под тиктоку никуда не выхожу и вам не советую. Вы совестью своей должны диктовка у вас должна быть. Моя совесть в порядке. Я с народом, с вами буду работать в крае. Я фургалу не помог, но совесть моя в порядке. К людям я не буду выходить, потому что это диктовка. Какая диктовка? Это граждане твоего региона, в который тебя назначили сейчас время исполняющими обязанностей. Ты обязан с ними каким-то образом выстраивать контакты. Надо было сразу выйти и устроить этот контакт. Вот сейчас ты вышел к людям и вместо того, чтобы их выслушать, ты с ними споришь, споришь и споришь. Споришь и доказываешь. Так переговоры не проводятся. Когда человек на тебя уже испытывает негатив, нужно сначала этот негатив выпустить. Нужно выслушать. Нет, он наоборот, пытается сразу идти в атаку. Доказывает, какой он молодец, какой замечательный он управленец. На самом деле все происходит вообще не так. Смотрите, как происходит. Вы говорите, я был в больнице, там все делают. У нас, чтобы попасть просто на УЗИ, нужно там три недели отстоять очередь. Я знаю это точно. И так всегда. И это уже не первый год. У нас нет ни медицины, ни хрена. Мы готовимся к первому сентября. Мы все время покупаем учебники на каждого ребенка. Нам 3-4 тысячи надо. Это все вот вранье, что у нас все готово. У нас полностью разруха везде здесь. Люди закидывают Дегтярева своими накопившимися многолетними проблемами. Он говорит, что все в ажуре, все сейчас устроим. Это вообще не проблема. Я сейчас только начал разбираться. Столько денег приходит из федерального центра. Вот сейчас вот, вот, ух. Вот элементарных вещей нету. Почему народ озлобленный? Потому что нету ничего. Нету ничего. Как здесь дом такой? Можно надеяться только на себя, а не на кого. Принимается, и вы люди в этом плане мужественные. Я сделаю так, чтобы чиновники исполняли свои обязанности. Фургал приезжал сюда и собирал людей. И с ними разговаривал. Мы не должны вас на дороге останавливать. Вы должны нас собирать и нас слушать. И с нами разговаривать. Так же, как с хабаровскими вчера. Людьми с хабаровскими. А вы бегаете, а мы должны вас ловить. Вот это нам надо. Вот чем нравился жителям хабаровского края Сергей Иванович Фургал. Он слышит проблему и сразу говорит, что нет кардиолога. Нельзя записаться на УЗИ. А ну-ка, министр, что это такое? Сразу было видно, что человек будет решать проблему. А если в ответ на жалобу людей, да у нас ничего нету. Мы все сами покупаем. Невозможно добиться помощи. Разруха полная. Он говорит, да-да, мы в курсе. Мы это когда-нибудь там потом решим. Люди хотят видеть человеческую эмоциональную реакцию. У нас такое дорогое топливо. Вы знаете, а мы вот на дороге вас выловили, чтобы вам это сказать. Я здесь стою. Я здесь стою. И во-вторых, вот подождите, правильно было бы, чтобы люди сами выбрали руководителя. Они так прислали нам вам, и мы должны радоваться. Слушайте, стоп. Вот видите, из-за того, что Миша сразу не ответил нормально по теме губернатора Фургала, люди будут все время к этому возвращаться. Они будут его вперемешку закидывать проблемами по ЖКХ, по топливу, по медицине, по образованию. И еще вы вообще здесь не должны быть. Здесь должен быть Фургал или тот, кого мы выберем. И вот еще проблема. А вот вы вообще валите отсюда, вы Фургалу плохо помогли. И вот еще ЖКХ, а вот еще медицина. И вообще валите в свою Москву, в свою там Рязань, Самару, откуда вы взялись, и езжайте отсюда куда подальше. Да вы сейчас себя ведете, вам никто не скажет. Скажите, пожалуйста, про поводу топлива. За вас голосовать, как вы сейчас себя ведете, никто не будет. Это ваше личное мнение. В нашем... В Хабаровчан спросили вчера их мнение. По части топлива, почему у нас такое дорогое топливо, почему оно там... Давайте от министра спросим. Это вообще кадр. Я вот это когда посмотрел, я подумал, ребят, серьезно, вам других проблем мало? Министр ЖКХ внезапно встревает в разговор, чтобы рассказать, что оказывается у них не хватает конкуренции на рынке топливных услуг. Перевожу на русский язык. Он предлагает создать новую фирму, чтобы кто-то создал новую компанию по продаже бензина. Вы понимаете, что это такое? Он лоббирует конкретные бизнес-интересы. Кого-то из своих родственников, друзей, знакомых. Он предлагает в городе дать возможность, может быть, даже проспонсировать за счет государства, просубсидировать создание новой топливной компании. Тема, моя тема подготовка к зиме. Да подойдите сюда, мужчины, пропустите, девушки. Основная проблема, что здесь нет конкурентов трансбункеру. И топливо, которое сегодня... Да как нет? Да, фиксур есть, маршинка есть, капылок есть. Да мы же знаем, как здесь приходится. Там, кто откуда везет топливо, тоже мы знаем. Поэтому здесь нет реальной нормальной конкуренции местной компании трансбункера. Ее основные заправки, на 90% здесь все заправки одной компании. Здесь оно производится, это топливо. Но люди-то местные. Людей-то так просто не обманешь. Люди в курсе того, что там есть нормальная компания. Не этот трансбункер. Только этой нормальной компании не позволяют по нормальным ценам закупаться топливом. Марченко практически 50 на 50. АЗС Марченко, которому постоянно не дают топливо, даже вот чтобы он обеспечивал услугами. Он не может купить себе столько топлива, сколько он хочет. Марченко, Павел Антонович. У него три заправки. У него три заправки. Что половина заправок трансбункера. Значит, ребят, в основном это трансбункер. Министр ЖКХ, черт возьми, пытается поспорить с жителями края, которые ему объясняют, что не нужна нам новая компания. Вы дайте нормально работать вот этим людям, которые местные, которые создали небольшую компанию, у него три бензоколонки, но ему не дают работать. Вместо создания новых, родственных, так скажем, структур, дайте работать местным людям. Министр просто в шоке. У меня просьба. Вот этого Марченко, это маленький предприниматель. Я его знаю. Сделайте мне с ним встречу, чтобы мы увиделись. И ФАС я подключу на уровне Артемия, чтобы здесь конкуренция была нормальная. Потому что монополия, это неприемлемо. Это убивает малый и средний бизнес, который на Баку. Первая у меня информация. Я за трое суток успел кое-что уже увидеть. И, конечно, это позволяет обогащаться серьезным дядям. Министр ЖКХ просто вообще не знает, что ответить. Он так бойко выступит. Вот я министр, это не совсем моя тема, но я вам сейчас все расскажу, что к чему. Все. Заткнулся. Где же твоя прыть, дружочек? Бизнес, что? Все? Планы рухнули? Космические цены. Вот у меня трехкомнатная квартира, мне в общем сложности за все нужно заплатить 15. Я живу в Ванино. Мне около 15 тысяч, свет, отопление, все вместе заплатить. При зарплате пожарного 25 тысяч рублей. Как я должен жить? Да, с тремя детьми. Опять же, пенсионеры. Опять же, пенсионеры. 18 тысяч пенсия, полуторка квартира. Здесь, на Копинском жилмассиве. 10 тысяч коммуналка. Ребята, вы меня извините, о чем сейчас речь идет? Мы сейчас и идем. Вот это, кстати, проблема, о которой Платошкин год назад много рассказывал. Он говорил, что Сергей Иванович тоже недостаточно поработал по теме ЖКХ. Он приносил платежки от жителей, что там огромные цены и за свет, и за тепло, и за воду, и за газ, и за все что угодно. А в ответ фургал сказал, что это вообще может быть фейки какие-то. Она слышит в проблемах. Правильно, так поехали. В чем дело? Почему нам мешают? Куда? На площадь? Пройдем. Ну что вы русские? Ну что он решит? Ну что он решит? Он слышит в рио губернатора ответы на все вопросы поставлены. Да никаких вопросов. Он пытается, возможно, что-то решить. Ну он отвечает. Кто вас на площади услышит? Да пожалуйста. Езжайте. Вас там ждут. Вот это, кстати, интересный момент. По мере общения с Дегтяревым у людей есть склонность верить его словам. Верить словам человека в костюме, чиновника, при должности. И несмотря на весь его негатив, они начинают говорить. Ну это же в рио. Сейчас он может быть все решит. Сейчас давайте с ним пообщаемся. Может быть выбьем что-то. Может быть и выбьете. Но чем дольше вы будете протестовать, тем больше вы выбьете. То есть те люди, которые сейчас стоят на площади в Хабаровске, они реально позволяют вам рассчитывать на гораздо больше, на гораздо более скорое разрешение всех ваших вопросов по топливу, по ЖКХ, по трудоустройству, по рабочим местам, по медицине, по образованию. Вот благодаря тому, что сейчас в Хабаровском крае такая протестная активность, вы можете получить того, о чем другие регионы могут только мечтать. Поэтому, ребята, не останавливайтесь. Основной вопрос. Вы Фургалу собираетесь помочь? Каким образом? А вы подумайте, каким образом. Люди предлагают, людям предлагают... Как помочь? Скажите мне, я... Как это адвокат у него? Который никто не знает, ни семья не знает, откуда этот адвокат. Кто это? Какой-то военный адвокат. А вы не знаете, почему правительство молчит и никак не освещает это все? Почему не скажут? Почему центральный фургал? Ребята, слушаем. Слушаем вас. Смотрим на ваши действия. Есть претензии по первым четырем дням? Есть, конечно, большие. Давайте поправимся. Конечно. Помощи в Фургалу нет. Избегайте хабаровчан, людей. Убегайте от... Ребят, вот смотрите. Которые вчера собрались и вас ждали. Все хотели пообщаться так же, как мы сейчас с вами. Ну вот представьте, вы когда-нибудь общались на аудитории, условно, в пять тысяч человек? Да или нет? Нет. Ну, представьте, это возможно вообще? Вот я вышел. Идет пять тысяч человек. Как? Меня все услышат. Это возможно? Пору-пору нет. Было бы желание. Возможность, конечно, есть. Друзья, что думаете о новоиспеченном губернаторе Хабаровского края? Высказывайтесь в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты. Хабаровск. От того, что творится сейчас на твоих улицах и центральных площадях, зависит то, как много ты получишь от федерального центра. Сколько денег тебе выделят. Это сейчас фактически люди, кто выходят покормить голубей, они зарабатывают деньги для развития всего региона. Это безумие, это фантасмагория. Ни в одной нормальной стране такого представить себе невозможно. А у нас это именно так. Именно так. Спасибо, друзья, за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»